Всем привет! Как у вас дела? Какая у вас погода? Рассказывайте. У нас всё жарче и жарче становится каждый день. Сейчас мы направляемся в сторону Орландо. И здесь немножко прохладнее по дороге по 95-й трассе. Смотрите, там дождь. Мы сейчас в этот дождь прям сразу, наверное, заедем. То есть здесь такая погода более прохладная. Ветерок, дождик немножко. Сейчас мы проезжаем Рест Эре. А те, которые были когда-то в Америке, знают о такие места на дороге, где можно отдохнуть, перекусить, сходить в туалет, покушать что-то. Ты едешь по трассе и чаще всего нет никаких съездов, но какое-то время, долгий период времени. И потом появляются вот такие Рест Эре, называется это. Ну, время, место для отдыха, да, так скажем переводится. Там, где ты можешь остановиться. И там бесплатные места, где ты можешь просто посидеть, отдохнуть, припарковаться, попить воды. Ну, если хочешь что-то купить, покушать, бесплатные туалеты там. Вот, они на протяжении вот этой дороги будут появляться периодически. И вот многие любят их описывать, когда они вот посещают Америку. Они рассказывают про эти места, потому что не во всех странах есть такие места. Точно в наших странах нету, никогда не слышала, не видела. Есть там... О, дождь пошел. Да, вот как я и говорила. Когда мы в Казахстане ездили на Кульсайские озера, то было такое место Рест Эре. Очень-очень вонючий туалет. Ты останавливаешься на машине, ты помнишь, как я? Такой туалет, где там все грязно, то есть такая дырка в цементе, да, в полу. Дверь не закрывается, везде бумажки, все валяется, мухи летают. Вот такое место, конечно, неприятное. И платный. Еще и платный, кстати, да, платный туалет. Вот. А здесь, ну, все так целильно, конечно, они сделали. Все так продумали. И бесплатно туалет, сколько хочешь, ходи, бесплатно воды попей, бесплатно парковка бесплатная. Ну, и еда, конечно, платная. Вот, но они в этом плане вот молодцы. Ну, и дорога, конечно, хорошего качества здесь, никаких ям, ничего нету. Едешь, летишь прям, потому что по этой дороге можно 70 миль в час ехать. Вот сейчас дождик проедем, и там уже вот хорошая погодка будет. Вот эта тучка здесь висит просто. Едем мы на одно важное событие. Там будут наши тоже друзья. Ехать 3 часа нам. Кстати, где-то недельки через 2-3 мы точно так же поедем в Орландо. В Universal Park. Поэтому, если кому-то интересно посмотреть, там парки разные, то подписывайтесь на мой канал. Будет видео про это. Сегодня такое обычное видео. Влог такой из Америки, где просто я буду болтать про всякую ерунду. Мы вот как переехали в Америку, уже, наверное, год прошел, но чуть меньше. Да, месяцев 9, наверное. Мы в июле приехали. В середине, в конце июля. Мы приехали, и вот уже скоро будет год, как мы здесь. Я привыкаю. Это мой второй раз в Америке. Мой муж американец, кто не знает. Местный. Поэтому ему привыкать особо не нужно. Но единственное, что он раньше в первом штате жив, поэтому все равно привыкать нужно было. Первые 3 месяца было непросто, потому что нужно было найти работу, нужно было купить машину, страховку оформить, создать на права для меня, получить права. В общем, столько всего нужно было делать. И примерно 3 месяца это и заняло у нас. Хорошо, что моего мужа мама живет здесь, в котором мы могли жить. Моего братишка здесь, поэтому мы помогли у них. Они нам помогали, поддерживали эмоционально. Эмоционально? Ну, в общем, это хорошо, что у нас здесь есть родственники. А те, которые приезжают вот впервые сюда, и у них здесь ни родственников, никого нет, то я представляю, как это может быть сложно. Когда еще нужно получить разрешение на работу, когда тебе нужно ждать, когда у тебя нет определенного какого-то статуса. В общем, это не очень легко, это так прям много нервов нужно, наверное, на это потратить. Потому что у нас есть знакомые друзья, которые тоже с разных стран здесь и ожидают суда или там крин-карты или еще что-то, вот ждут каких-то моментов. И это такое подвешенное состояние, очень сложное. И иногда бывает, что ты ждешь свое разрешение на работу, тоже ты не можешь работать. В моем случае, конечно, все так не было. В моем случае все было по-другому, потому что я из Казахстана и приехала я сюда не по убежищу. И не по каким-то другим причинам, а потому что я вышла замуж за американца. И, может, здесь, да? И здесь. Поэтому мне в этом отношении легче. Но, с другой стороны, это еще плюс. Нужно привыкать к этой стране. Что-то ямы такие появились на дороге. Нужно привыкать к этой стране, потому что эта страна, она сильно отличается от наших стран. По крайней мере, от Казахстана, в котором я выросла и родилась. Сильно отличается все. И отношения, и воспитания, и все, и еда, и все-все-все. Поэтому нужно время привыкнуть. И английский тоже. Сейчас я продолжаю учить, чтобы улучшить свой английский. И каждый раз я понимаю, что английский, который преподавали нам, это абсолютно не тот английский, который используют в Америке. Да? Да, согласен. Никто не разговаривает так, как нас учили. Они используют глаголы, phrasal verbs, фразовые глаголы. Используют разные вот такие вот идиомы в последневной речи. Очень-очень часто. Очень часто. И ты должен их знать, чтобы понимать и чтобы использовать. На первый взгляд, если ты эти слова не знаешь, я phrasal verbs не знаешь, то ты можешь неправильный смысл понять. Потому что если прямой перевод делать, получается вообще не то, что вкладывать смысл, да, в это противоположное вообще другой смысл получается. Поэтому только здесь понимаешь, что английский здесь нужно учить совершенно по-другому. и произношение, конечно, тоже нужно улучшать. Поэтому, в общем, я... У меня средний уровень, все говорят, что я хорошо говорю, что я хорошо понимаю, но я сама себя так не оценила. Я знаю, что мне нужно работать на цикл, мне нужно улучшать свой язык, произношение и чить. Я знаю, над чем мне сложно работать. Поэтому вот время нужно. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к английске? Ну, нет? Нет, ты скучаешь почему-нибудь в Казахстане или в Турции? Почему? Я тебе по еде, по семье. Да, еда в Казахстане, конечно, очень вкусная была. Есть. Мы скучаем по еде, конечно, по семье, конечно, по друзьям. Но в моем случае это, конечно, больше, потому что его семья, Ревина семья, его мама, партишка, родственники все здесь. И еда ему знакома, и... Ну, ему здесь комфортно, ему здесь нравится. Да? Да. А мне еще предстоит... Перевыкнуть. Перевыкнуть. Ну, мне нравится тоже, я не могу сказать, что мне не нравится, да, но все же... Я не могу сказать, что я прям вот чувствую уже, что Америка это мой дом, да, что я вот все здесь окончательно. Мне все же больше нужно времени, чтобы как бы так принять Америку и воспринимать это как свою страну, свой дом, да, потому что со временем, конечно, я буду получать гражданство здесь. Ну, вот, поэтому буду Американкой, наверное, забуду русский язык, наверное, или не забуду. Равида уж точно забывает, уже забывает иногда некоторые слова. Вот. Ну, в общем, сегодня такой у нас день. Наболтались. Я вам все рассказываю. Мне нужно кому-то что-то все... кому-то что-то и все рассказывать. Поэтому... Вот. Проехали мы дождик. Едем сейчас так красиво. Зелень с двух сторон. Деревья такие ярко-насыщенного цвета. Ну, и погодка, конечно, немножко мрачная, но я думаю, что там дальше будет голубое небо. Пошел сильный ливень. Вроде бы на небе голубое небо, а такой дождик прям идет. Но быстро закончится. Такая непредсказуемая погода, конечно. Машин мало. Сегодня воскресенье. Поэтому никаких пробок нету. Просто летишь на трассе, и все. ехать тоже в удовольствии. Всем спасибо за просмотр, за лайки. Хорошего дня. Пока.